Всем привет! Это Жизнь Барахольщика. Я сейчас ездил на адрес и купил очень-очень много предметов. Я даже не знаю, как мне их показать. Здесь Дед Морозы, пылесосы, рога, какие-то мольберты, очень-очень много будильников, целый пакетичек часов наручных, фотоаппараты, какие-то приемники. Очень-очень много всяких интересностей. Это центральный район. Это купили комнату, там человек умер, и он оставил весь этот хлам. И вот люди делают ремонт, позвонили, сказали, покупайте все. Я купил, заплатил за это все 10 тысяч рублей, но потом еще набрал на 2, и получилось, что вот это все обошлось мне в 12 тысяч рублей. Там какие-то объективы, подсигары, календарики, там офигенные разные штучки. Очень много елочных игрушек, поросята завернутые, какие-то там одеяльцы. Какие-то цены уже? За рабочие с ничего не схожи. На верхой игрушки какие? Есть у нас елочные. Какие-то пожелания по цене ушей что-то есть? Что-то приценивались, что-то о чем? Цена на них, как неизвестно, они на любых силах на цене идут. Вот эти вот сюда дали там по 300-500 рублей в покупке. Вот эти чуть подороже, вот эти детки, вот эти разъем. Вот эта кучка, тогда, потом все, что стоит на столе. Вот это все, вон так разъемка педаль. Вот эти вот будильники, а, да, вот это вот надо будильники, часы. Слушайте, я честно скажу, мы не очень разбираемся в этом все, да? Хочется, чтобы и вам было интересно, и нас не обижать, и особо не так. Ну, тут смотрите, такое дело, тут вещи вот эти вот, они все символические. Тут, как бы, ничего такого антикварного, да, на самом деле нету, все будет стоить копейки. Основная масса пойдет в 100 рублей у нас, вот мы там делаем все по 100 рублей. Потом в 300 рублей, потом в 500 рублей, какие-то более интересные, конечно. Из-за того, что там половину воруют, половина еще пойдет на помойку, потому что при переборке мы еще будем смотреть, что-то там не комплектное сразу же идет в помойку выйти. Вот, я думаю, что тут как-то так вот. Ну, определяйте, чтобы вам не хорошо, и нам не обидно. Не, вот так, чтобы вам, вот, потому что там, грубо говоря, получается, смотрите, просто, чтобы... Мы сейчас будем с вами, вот, я могу сказать, вот это колонки, зачем надо болтать? Вот, раньше я не понимаю, что это... Просто давайте сейчас, чтобы мы можем сейчас определить, и сразу же заплатить, и увезти. Это вот, грубо говоря, все, что на столе, коробки, елочные игрушки, этот... Мы прикинули, так, чтобы нам было интересно, просто... Да, если все это адекватно, давайте, да. Это с нашей точки зрения препаратно. Ну, наше тяжело, я могу вот так грубо поставить, там, ну, по 100 рублей накинуть, там, уже там, по 200, ну, где-то в районе, да, так нарезанное получается. Хорошо. Но за радиолами вы еще имеете? Да, за радиолами это отдельная история. В целом, это отдельная история. И пластинки, да. И пластинки, да, на эту машину там. Понятно, там, каждая за копейку, но за объемы... Ну да, нет, но там есть и какие-то импортные пластинки, или... Мелодия, да? Мелодия, и... И за 100 потом тоже можем, как бы, что-нибудь подумать. Тот, пофоткайте, посмотрите, и... Ну, если его привести в порядок, принципе, комната большая. Ну, то есть... Слушайте, нет, мы максимум избавления всего. Здесь будет ремонт, потом все новое будет. Ну, да, потом не пишется, потом он громоздкий, неудобный. Они, что, хорошее, то, что они... То есть, нехорошо, то, что сейчас в последнее время они не функциональны, когда это так, он просто неудобный. Ну, слушайте. Опять же, кто-то, может быть, интересуется, так кому-то... Химическая банка, большая. Ацидиум, сила Ацидиум. Маленький чемоданчик, такой очень приятный, антуражный. С наклейками отживач. Повар на батарейках. Когда его заводишь, он здесь жарит яичницу. Или вынаревает масло. Радиоточка Ленинград. Кто-то ее модифицировал, сделал сбоку выключатель. Профессиональный микрофон. Не понимаю, что за фирма. Ну, скорее всего, Ломо. Он такой в коробке, не пользованный. Наверное, интересный, коллекционный. Диапроектор для диафильмов. Года 60-70-е. Этот уже 80-е года. Их хорошо покупают детям, смотреть диафильмы, ностальгия. Необычный подсвечник, такой я впервые вижу. Он сделан из стеклянной палочки. И сверху вставляется свечка. Спектрум ЗХ. Жалко, нету остального. Вот штыкера. Не проверить, работает или нет. Электроника Ритм. Какая-то радиостанция. Рок, марш, румба. Что это такое, непонятно. Проигрыватель. Электромузыкальный инструмент. Ритмический. Выпуск 1980-го года. Такой он нам не попадался. Целый чемодан радиоламп. Что это за радиолампы? Непонятно. Надо будет тоже разбираться. Либо так продавать, не глядя. Рублей по сто. Приятненький такой антуражный стульчик складной. Нам такой тоже не попадался. Я вижу впервые. Здесь его реставрировали. Ну прикольный, прикольный. Здесь сделали железную такую штучку. Радио шарк. Какой-то шейк. Компьютер 2. Не понимаю, что это такое. Может быть с этой стороны написано. Радио это ты-ды-ды-ды-ды-ды. Но просим помощи зала. Мольберт. Они у нас ходовые на самом деле. Их очень часто покупают. Думаю за тысячи три уйдет. Прикольный советский. Старинный оциллограф. Каких годов не пойму. Наверное надо разбирать, чтобы посмотреть. Было бы хорошо если бы военный. Но есть какая-то пластиковая шкала. На заднике тоже нету даты выпуска. Прикольно так вытаскивается эта штука. Здоровская педаль для барабана. Отличная штука для уличных музыкантов. Такой бритвенный наборчик. Здесь вот стаканчики для бритвы. И помазок наверное хранится. Обезьяна игрушка. Кто-то съел нос и глаза. Это вот сынок Кинг-Конга. Интересная такая сетка плетеная. Не могу понять это какая-то заводская. Либо сам кто-то сделал. Непонятный горизонтальный микроскоп. Называется МГ. Микроскоп горизонтальный наверное. Может как-то по-другому. Может кто подскажет для чего такой. Потому что смотреть можно только вперед. Наверное здесь что-то еще не хватает. Порт сигарчик алюминиевый. Их на самом деле там штук пять. Сейчас найду остальные. Ну приятненький такой. Простенький. Но красивый. Стерео очки. Смотреть 3D картинки. Сюда вставляются картинки. Например вот эти вот. Какие-то развалины или башни. Две штуки. И это двигается рамка. По зрению настраивается. И она объемная становится. Винтажный чемоданчик. Но они недорогие. Мы их по 500 рублей продаем. Когда она доедает по 300. Три замечательные маски. Новогодние. Вообще в отличном состоянии. Как они сохранились. Вообще удивительно. Мастерская. Спорт комбината. Воронежского облсовета. Динамо. Какой год написано. Там. 88 года. Гост. Такая вот. Клоуна. Кот. И. Козел. Тоже. Мастерская. Спорт комбината. Вот. Сейчас будем выставлять. Посмотрим. Я думаю. Что они должны набрать денег. Кто-то. Кто собирает маски. Самые прикольные елочные игрушки. Оказались вот эти вот. Это такой вот. Поросенок. Соской. Такой вот. Человечек. Ватный. Дед Мороз. С подарками. Такая вот. Какая-то девочка. Вот этот. Необычный. Раскрас. Просто. Вот. Изумрудный. Город. Такая. У нас впервые попалась. Мальчик. В рукавичках. И. Какие-то. Вот. Такие. Вот. Типа. И. Домика. Когда я зашел к ним в квартиру. Я сразу же. В коробке. Увидел вот этот вот. Какой-то календарь. И. У меня замерло сердце. И. Теперь он здесь у меня. Что это такое. Не могу понять. Старенький он или нет. Тоже. Но. Точно. Где-то 50. Но. Мне кажется. его еще старее. Антуражный фонарь под свечку. Со стеклышками. Все целое. Красивое. Фонарик. Который. Втыкается в розетку. И заряжается. Ленинград. Очки. Профессионального коллекционера. И часовщика. Советская гирлянда. Один фонарь. Металлический. И. Второй. Фонарь. Такой же металлический. Интересный. Написано. Артель. Паталоградчица. Львов. Это просто колонка. Современная. Потом. Гирлянда советская. Прямо в упаковочке. Нераспакованная. Стопочка советских бумажных гирлянд. Обалденный Дед Мороз. Он у них стоял на шкафу. В пакете. Был весь грязненький. Его вот помыли. Отмыли. Но прикольный. Прикольный. Красивый. Жалко. Этикетка оторвалась. Но шубка у него своя родная. Под Новый год уйдет. Два подсигарчика. Парашютистые. Такой красненький-синенький. В отличном состоянии. Здесь правда какая-то непонятная задумка дизайнера. И чкалов. С другой стороны что у нас написано? Москва. Слон. Непонятно что за материал. Какая-то оловянистая бронза. Вот у него отломана нога. Ну приклеим. И найдет своего хозяина. Кучка елочных игрушек. Но здесь ничего такого особенного. Но приятные все равно домики. Конфетти. Конфетти. Это вот 75-го года ГОСТ. Вот эти вот непонятные. Такие сосульки тяжелые. Как гильзы какие-то. От плесифона. Такие всякие разные. Какие-то самодельные гирлянды. Но ничего такого сверхъестественного тут нету. Ну там зайчик. А нет там птичка. Тоже сейчас развесим. И на Новый год все продастся. Вот жук. Да. Или ежик. Нет жук. Замечательная снегурка. Она была прямо в пакете. Поэтому она даже не испачкалась. Но она какая-то мне кажется уже более современная. Сейчас по набирке прочтем. Фабрика игрушки. Город Воронеж. Снегурочка. 84-го. Цена 2 рубля 40 копеек. А год какой. 85-й вроде бы. Ну приятно. Снегурочки редко попадаются. Они ценятся. Хорошенько. Голова бравого солдата Швейка. Вот под сигаретку какое-то отверстие. Ну какой-то вот керамический. Папье-маше. Непонятно. Коробочки со старым бисером. Баночки вот здесь. Желтый бисер. Зеленый. Такой вот красный. Оранжевый. Какие-то бусины. Целая такая вот коробка. Кто-то плел. Из бисера. Ну баночки прикольные. Барахольщик доволен. Адрес получился весьма неплохой. Все мы купили за 12 тысяч рублей. Сначала на 10. Потом там еще оказалось около 6 фотоаппаратов. За которые мы договорились на 2 тысячи рублей. У них еще много осталось радиол. Магнитол. Целый пакет каких-то радио запчастей. И мы договорились что через недельку мы к ним приедем. И заберем все остальное. Они там приезжают. И уезжают. У них большая квартира. Они купили комнату. Там жил какой-то человек. И я так и не понял. Это их родственник там жил. Либо их какой-то сосед. И он все копил, копил, собирал. Они говорят что там было очень. Вообще до потолка они стояли. Тягивались до потолка. А высота потолков 3,70. И вот они наверное две пухты мусора выкинули. Вот это вот оставили. То что им показалось более интересным. И мы с удовольствием купили. За символические деньги. Им вообще как бы. Они сказали сколько дадите. Столько дадите. Мы в этом не разбираемся. Нам главное освободить комнату. Чтобы делать ремонт. И чтобы можно было жить полноценно. И мы просто им сказали. Что нам комфортная сумма 10 тысяч рублей. Они сказали ну и забирайте. Даже не торговались. И еще на 2 тысячи мы набрали фотоаппаратов. И еще конечно мы приедем. Заберем радиолы, магнитолы, радиодетали. Я захвачу с собой товарища. Такая вот история. Вещи прикольные. Я конечно показал вам маленькую часть. Потому что их уже все по магазину распихали. Я хожу, собираю. Чтобы показать какие вещи там были. Уже там елочные игрушки какая-то часть ушла. Фотоаппараты развесили. Я уже смотрю на фотоаппараты и не понимаю. Какой из них фотоаппарат тот, который мы купили на адресе. Часы. Там еще было очень много будильников. Конечно они наверное около 40. Они пошли в акцию по 300 рублей. Потому что там ничего такого особенного не было. Так что вот такой адрес не успел заснять. И вот. Один день пропустил. И уже все. Разлетается быстро. Если вам понравилось видео поставьте лайк, дизлайк. Напишите комментарий. И ждем следующего выезда. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ